Добрый день всем! Очень рад видеть здесь так много людей. Честно говоря, меня еще с прошлой конференции удивило, как много людей пришло послушать мой доклад. Поэтому я хочу попробовать повторить, но не совсем то, что я рассказывал, но что-то более, с одной стороны, простое, я так думаю, может быть более понятное. О чем я хочу рассказать? Ну, я хочу рассказать примерно все то же самое. То есть, вот сколько-то времени назад мне стало интересно, ну, то есть, история такая, что в Бресте появился филиал АПАМА с моей, в том числе, помощью, из двух человек он начал расти-расти-расти, и в дом стало 100 человек, и стало вообще как-то понятно, что нельзя просто так 100 человек обеспечивать работой. То есть, надо как-то создавать эту конструкцию, чтобы она жила долго и счастливо. Как это делать? Я тогда не знал, начал изучать, и когда у меня получилось какое-то понимание, это получилось непросто, я как человек, который работал в университете, и все-таки у меня есть какие-то там предрасположенности к наукам, решил его зафиксировать, ну, и получилась такая книжка про оркестровку предприятия. Вот хочу эту историю про оркестровку сейчас продолжить. Вот в прошлый раз я рассказывал общую концепцию, что такое оркестровка. Ну, общие концепции всегда неинтересные, наверное, потому что людям на практике всегда хочется взять руки и пощупать, сказать, что это, покажите мне на примере. Поэтому я решил проверить. Ну, вот хочу для тех, кто не знает, а надеюсь, таких много здесь, примерно рассказать краткое содержание предыдущей серии. То есть я рассказывал, что если мы начинаем смотреть на какие-то важные живые вещи, целостные такие, вот, например, как симфонический оркестр, это такая очень целостная штука, играет очень сложную музыку и, соответственно, сложно устроена. Музыка – это тоже сложная вещь. И почему музыка и оркестр хорошо друг к другу подходят, ну, я более чем предполагаю, я знаю, что они очень похожим образом устроены. Почему же оркестр и музыка похожим образом устроены? Да потому что у людей мышление и мозги, у людей тоже имеют элементы этого общего. И когда я вот начал собирать очень много примеров, из этого, собственно, и книжка получилась, я понял, что вот надо рисовать один и тот же шаблон и находить его проявления в разных контекстах. Ну, что это за шаблон? Я вкратце расскажу, что в любой живой конструкции, вот я сразу хочу как-то дисклеймер озвучить, что я не хочу вас сегодня научить чему-то конкретному. Вот, я хочу рассказать некий взгляд на жизнь, и был бы очень счастлив, если бы вы посмотрели это все и попробовали перенести в свою жизнь вот это, и сказать, вот мы поняли рассказ о чем-то, а я хочу перенести в свой мир, в свой проект, не знаю, в чем-то, в свое предприятие, и попробовать на основе этого что-то понять лучше о своем мире. И какие же важные стороны в любом мире, в любом контексте существуют, с моей точки зрения? Вот я их начал как-то цветовой дифференциацией штанов обозначать, потому что любые слова, они привязываются к чему-то, иногда создают неправильные связи, а в цветах все очень просто, в любом элементе, в любом контексте всегда есть красный сектор. Красный сектор – это красные революционные шаровары, значит, это когда люди хотят материальных результатов, и для того, чтобы их получить, разрабатывают последовательные инструкции, то есть и последовательное мышление, как вот здесь написано, это именно такое, то есть дайте нам план, дайте мне должностные инструкции, дайте мне что-то, что я могу по шагам сделать, и получить в конце то, что написано, то есть, ну, по рецепту, да, то есть делаешь, 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 и в конце довести до готовности, хоп, блюдо получилось. Следующий сектор – серые штаны, серые кардинальские штаны – это логика, аналитическое мышление. В каком-то смысле красный сектор можно назвать инженерским мышлением, потому что, ну, инженеры – это люди, которые делают реальные вещи, да, то есть, если в конце дела есть что пощупать, значит, ты видишь перед собой человека, который последовательно подошел к результату. Серые люди, они думают. Вот у меня недавно была менторинг-сессия с человеком, который очень интересно рассуждает, у него архитекторские задатки, но люди, которые с ним работают, говорят, вот, все хорошо, да, только этого человека никогда нельзя заставить довести дело до конца. Ну, вот здесь все люди такие. В этом сером секторе задача этих людей – принимать решение. То есть, вот решение слова тоже очень простое. Я, да, мне Костя просила всем объявить, что я сегодня буду рассказывать, что смысл слов, потому что много слов, которые самоговорящие есть, и они в самом написании слова есть ответ, что они значат. Я вот эту последовательность не буду рассказывать, а сразу ответ буду говорить, что слово решение – это всегда одно и то же, когда есть варианты, и ты понимаешь, как выбрать один из них, так, чтобы получилось хорошо здесь и в данный момент. И вот люди, которые делают вот это, вот они логики, или они эксперты, у них есть опыт, знают, как было раньше, знают, что меняется что-то очень редкое, ну, и ты вот умеешь выбирать. Молодец. То есть, значит, ты думаешь, как эксперт, как логика. Но можно думать и по-другому. Вот есть, оказывается, слово «воля» или слово «видение». И люди, которые думают таким образом, они как раз очень часто создают предприятия, потому что они смотрят на большой мир вокруг и понимают, что там происходит. И понимают, что там есть вещи, которых не хватает, и как раз я, как визионер, могу их организовать и продвинуть вперед. Вот. И человек, который предприниматель, вот он отличается таким… То есть, он не думает про шаги, а он думает про большую картину. Что по большому, вот как Паша рассказывал, что по большому счету должно в сельском хозяйстве произойти. Кто-то приходит, сначала, может быть, кто-то начинает с каких-то мелких деталей, но все равно, пока оно не поднимется на какое-то видение, то есть не сложится большая картина, ну, очень сложно начать, очень сложно захотеть это делать. Ну, и где-то еще в отдельном секторе, в зеленом живут люди, для которых важно уметь чувствовать, что ты делаешь хорошее дело, что ты сам подписался на это, и ты ищешь партнеров. То есть, ты хочешь не иметь договор, вот как обычно юристы говорят, вот есть договор, там все пункты написаны, если ты все выполнил, то ты молодец. Если ты в зеленом секторе находишься, и ты, например, человек бизнеса, значит, ты много делаешь на доверие. Если ты умеешь использовать доверие для того, чтобы у тебя появлялись новые возможности, ну, вот значит, ты такой человек. Ну, и очень редко говорят про пятый элемент, который в середине, хотя он очень важный, но многие, кто его пускает, потому что обычно все эти четыре сектора заполнены в матерой системе, в хорошо развитой системе. И есть вот этот загадочный элемент, который склеивает все воедино, и благодаря чему это все растет и работает. Так вот это вот все я рассказывал в прошлый раз. И в качестве одного из примеров приводил, что если мы возьмем предприятие и зададим ключевое слово архитектура, то важных разных архитектур есть пять штук, с моей точки зрения. И они четко отражают вот этот вот шаблон, который говорит, что есть архитектура наших способностей, то есть как мы получаем результат, что мы способны выдать на гора то, что от нас ожидается. Есть архитектура решений, solution architecture, это, кстати, и стоит, в том числе и про IPAM. Есть там много людей сейчас, у которых тайм называется solution architect. И люди, которые приходят и говорят, вот мы знаем, что можно сделать так, так и так, а вот так лучше всего. Вот такая работа. Быстро всем посоветовал и ушел. А делают, пусть другие люди. Это не наша работа. Есть еще архитектура возможностей, способностей, это когда мы можем результат отдать. А возможности, это когда мы можем получить работу. То есть когда у нас кто-то готов за это платить. И договориться с ними, немножко другая деятельность. И наметить правильную стрелку, соответственно, визионерская штука. Но я все-таки сегодня не об этом. То есть я сегодня понял, что я попробую все это рассказать на простой теме. Data-driven подход, как измерять, и почему бывают разные способы измерения. Последнее время, поскольку искусственный интеллект не дремлет, поступает, дает разные новые возможности. И он очень часто оперирует числами, которые получаются в результате каких-то измерений. То кажется, что сейчас случится страшное. Числа заполняют все пространство. И искусственный интеллект задавит всех интеллект. Я просто хотел пробежаться по этой картинке. Картинка рассказать, что с моей точки зрения есть как минимум 4 или 5 разных способов мерить. И они совершенно не всегда не сводятся ни к статистике, ни к каким-то элементарным другим вещам. И по очереди хочу вам про это все рассказать. Помним, что самая простая деятельность в любом контексте это делать. Получать результаты. С точки зрения измерений, метрик, я бы назвал это прямые измерения. Ну вот ехал на машинке в Гродно, и перед глазами всегда куча цифр разных. И эти цифры, они постоянно меняются, они что-то обозначают. Ну и таких или других дашбордов, не знаю, вещей, которые тебя постоянно снабжают цифрами. Но мы видим в своей жизни очень много. Ну что же такое метрика? Это опять про слова. Ну буквально слово метрика, то есть межа по-английски, ну мензурка. Вот это одно и то же. В чем принцип мензурки? В том, что есть емкости, на ней нанесены линии, на одинаковом расстоянии. Между двумя линиями помещается одинаковое количество воды. Если мы туда наливаем, ну я, извините за подробности, понимаю, что умные люди все это в школе знают, но просто хочу проговорить, что измерения всегда делаются, прямые измерения всегда делаются одинаково. У нас есть одинаковые объекты, стандартные. Это вот эти промежутки между двумя линиями. Мы положили, налили воды, еще налили воды, еще, и вот у нас одна, две, три, три штуки, три единицы. Когда у нас между двумя линиями не полный объем, ну тут начинается занудство от математиков, которые говорят, мы же можем разбить на одинаковое количество. Ну, в практике всегда говорят, ну у нас три с хвостиком, ну хватит, нормально. То есть вот если не заморачиваться про хвостики, измерение идеально. Оно очень простое. Мы берем какие-то стандартные вещи и просто считаем, сколько их штук заполнилось. Все. Мелочи не в счет. Мелочи эти чаевые. Что же делают с нестандартными вещами? С нестандартными вещами, вот как здесь на картинке нарисовано, делают, ну, очень просто. Берем камушек, он не такой, как диск. Его нельзя таким образом померить. То есть если его поместишь в мензурку, он не расплывется и не заполнит целиком пространство. Но он может вытеснить сколько-то воды. Вот здесь если повернуть к более интересным вещам, жизнеспособным, тем, которые у нас в жизни встречаются, то, например, вот как вымерить количество работы? Что значит? Программисту приходит задание, говорится, вот описание, это нужно сделать. Вопрос, сколько это займет времени? Есть очень простая аналогия с этим. Давайте возьмем конкретную мензурку, конкретного человека, дадим ему работу. Вот за сколько он ее сделает, сколько у него эта работа вытеснит времени, ну, значит, столько времени оно и занимает. Это очень хороший способ. Единственное, что мало кому нравится, хотя во всяких аджайл-подходах очень многие люди так и делают. Они говорят, ну, мы же вам доверяем, что вы хорошо делаете, вы же не тратите наше время и наши деньги просто так. Дадим, сделайте, а мы посмотрим, что получилось. Очень примитивный подход, но, тем не менее. На то он и примитивный. И метрика, в самом своем простейшем виде, она вот так вот выглядит. Но в более сложном варианте она может выглядеть по-другому, потому что, вот, например, если задача в том, чтобы взять скульптуру и отправить ее некой службой пересылки на выставку в другую страну, возникает вопрос, а сколько скульптура по объему занимает? И никто обычно скульптуру в воду не засовывает, не смотрит, сколько она вытеснила воды, потому что те люди, которые перевозят такие важные и дорогие вещи, они говорят, мы не оперируем скульптурами, мы оперируем ящиками. Пожалуйста, засуньте вашу скульптуру в ящик, а мы умеем измерять объем ящика. И тогда, на самом деле, мы узнаем объем вашей скульптуры. Как это в айтишном мире может выглядеть? Приходит к нам важная, большая, очень важная компания и говорит, у нас есть маленькая задачка, мы хотим в своем большом предприятии внедрить, взять опенсорсную твиттероподобную систему и сделать ее внутренней, с открытым кодом, все хорошо, и немножко изменить, хотим, чтобы там был сингл сайлун наш корпоративный и еще пару полей поменять. вопрос, сколько займет у вас это время? Ну и тем лид, которому эта задача досталась, знаток пешки, на котором написана эта опенсорная система, говорит, ну мне не привечно сказать два часа, потому что такая огромная мировая компания пришла к нам с проектом, а мы два часа. Ну, давайте скажем день. Ну, хорошо, день. В результате человек говорит, я умею определять объем скульптуры, я засуну ее в воду и посмотрю, сколько вытеснило. Ну и добавлю немножко. Что там? В результате, когда это все засунулось в правильный ящик, проект занял два месяца. Ну, реально все хорошо, никто никого не обманывал, просто вот это такое мышление, что объем всегда меряется засовыванием скульптуры в воду, оно мешает, потому что правильный вопрос, который нужно задавать, в какой ящик вы хотите засунуть эту скульптуру? То есть, получается, что люди-то на самом деле хотели, чтобы, кроме того, чтобы вот это все поменяли, то есть, все люди, все люди, которые участвуют с нашей стороны в проекте, они бы это все развернули на каком-то инвариуме своем внутреннем, они это бы протестировали, показали бы их инженерам. То есть, совершилась бы достаточно стандартная для айтишников упаковка вот этой маленькой задачи, поменять перекрутить тенглоциноны и поменять там еще что-то. Но, если бы люди именно так и рассуждали, сказали, что давайте спросим про ящик, что вам еще на самом деле нужно сделать, то объем бы работы существенно поменялся и это было бы для всех хорошо. Поэтому, вот это вот важная штука с моей точки зрения в прямых измерениях, что на самом деле в практике, когда задают вопрос, часто имеют в виду не совсем то и точнее разные люди в одной и той же формулировке видят разный смысл. Даже если нужно просто померить. И тогда, когда ты понимаешь, что важна упаковка, важен весь комплект, удобный для того, чтобы забрал человек с собой, получается, что прямые измерения вот такой особенностью важной обладают. Ну и вторая часть, как ты про физику что-то начал тут думать. если ты попробуешь мерить объем газа, то получается как-то смешно и неудобно. То есть, как померить объем газа? Вот положить газ на левую чашку весов, а на правую поставить гирьку и посмотреть, сколько будет. Или что-то, вес, не знаю. То есть, если эта штука изменяется сама по себе, если вам дают задачу, говорят, сколько это будет времени сделать, а потом говорят, хорошо, то есть, а давайте мы только потом в конце подправим ближе к сдаче проекта смысл этой задачи, но вы же сделаете за то время, за которое вы подписались. То есть, просто немножко добавим еще работы. Вот получается такая нечестная игра, это не прямые измерения, это как какой-то шулерство такое. Говорят, где шарик? Вот он, в руке. Вы померили, посчитали количество шариков, а у вас не сошлось. Так вот, это вот тоже важный аспект, что если у вас есть что-то, одинаковое, не меняющее своих свойств, вы это меряете, тогда вы можете несколько раз мерить и применять статистику. Или вот, если у вас по конвейеру едут ящики, и вы их меряете насколько они прочные, вы меряете ящик, он сломался, и все вроде как. Ну нет, у вас же едет куча одинаковых ящиков, вы можете еще раз другой померить, и это будет почти то же самое. вот если эту всю идею еще превратить в какие-то образы, измерять скорость, это тоже может быть простое прямое измерение, особенно если вы едете в поезде, и там стоят километровые столбы за окном, и вы с секундомером просто считаете, сколько столбов у вас за час прошло. Вы их просто посчитали. Это одинаковые столбы, которые символизируют километры. тогда это прямое измерение, и все хорошо, вам не нужно сложных приборов. Есть же, конечно, в нашей работе очень интересная тема, которая сводится все равно. Очень бы хотелось померить людей, особенно то, что они делают. Ну, кстати, я нашел кадр, знаете, героев, они как раз строили какую-то сложную конструкцию в виде дворца, и как раз пытались понять, как померить продуктивность, чтобы успеть к нужному моменту его выстроить. Но обычно говорят, это же быстро. Очень хочу, я не хочу не говорить детали, я просто хочу, чтобы у вас отложилось в голове то, что, если, например, компания кроссовер говорит, что мы будем нанимать удаленных работников и давать им работу, а потом мерять их продуктивность, что на самом деле имеется в виду? Вот там где-то, если на сайте походите, можно увидеть, что продуктивность, которую они предлагают измерять, измеряется количеством кейсов, закрытых с хорошим качеством. Но для того, чтобы считать количество кейсов, то есть кейсы должны быть одинаковые, это должны быть коробочки, в которые засунуто то, что нужно сделать. И вот каким образом это все засовывается в коробочки важно. Если у вас возникнет задача сделать прямые измерения на вашем проекте, то очень даже будет полезно если вы просто задумаетесь что вы измеряете, насколько оно неизменное и можно ли на самом деле засовывать то, что делается в стандартные коробочки, но тогда вы точно говорите мы не будем мерить то, что внутри коробочки, будем мерить саму коробку. Вот если это окей, то соответственно все хорошо. Ну про слова, я же могу про слова не говорить. Вот если на этом сайте увидеть картинку, которая мотивирует и говорит слова большие данные, они предоставляют вам коучинг, который помогает вам быть более продуктивным. Вот слово коучинг меня очень заинтересовало, пошел искать его смысл. Многие слова имеют латинский корень, корни, латинское происхождение, ко, российское со, русское со, это всегда вместе значит. Эйчинг или эйкинг, если хедейк слово знаете, вторая часть разно такая же. То есть это тупая постоянная боль. Коуч это человек, который вместе с тобой чувствует твою тупую постоянную боль. Если у тебя боль краткосрочная и у тебя вдруг что-то заболело, это называется адвайзинг. А коучинг это когда у тебя болит долго ты приходишь вот тренер коуч очень часто говорят, что коуч по-английски переводится как инструктор тренер в спорте. Так вот правильный коуч это тот человек, который не рассказывает человеку почему ему нужно терпеть эту боль или как-то там говорить что это ерунда. А он ее сам чувствует и вместе с тобой переживает то есть он подключает твой мозг для того чтобы с тобой вместе пережить твою боль и прийти к успеху. Но если вы подумаете что за всей этой конструкцией стоит искусственный интеллект то станет наверное интересно если Big Data со своим искусственным интеллектом начнет вместе с вами чувствовать вашу боль но оно выглядит странновато даже более очень бы хотелось избежать ситуации когда Big Data вместе со своим искусственным интеллектом помогает вам испытывать нужную боль чтобы вы поняли что вы идете не туда вот это совсем нежелательное развитие событий и вот эта простая такая как у собачек Павлова загорелась лампочка или что-нибудь током стукнуло значит большой брат говорит что ты действуешь не так очень хочется чтобы прямые измерения которые касаются людей и их работы на самом деле помогали и слово коучинг надо использовать очень осторожно сочувствие от переживания это человеческое эмоции собственно говоря вот какой образ из этого всего мне интересно чтобы вы вынесли если мы говорим что в неком контексте ведутся прямые измерения то я предполагаю что у вас есть совершенно стандартные одинаковые штуки которые вы измеряете либо есть одна немного а одна но она уж точно не меняется то есть вы можете много раз одинаково мерить одно и то же и перепроверять себя результаты числа которые вам нужны они будут нужны здесь и сейчас вот как на спидометре вы едете и видите 90 написано через какое-то время там цифра будет другая и для вас не так будет важно какая была перед этим цифром вам важно что ваша скорость она совпадает с той скоростью которая на камере через 50 метров установлена в качестве предельной вот и вот такой дашборд то есть сколько 50 нормально пошли дальше вот это суть прямых измерений и мир это материальное то что можно пощупать красный сектор что же такое аналитика что такое аналитический научный я бы так условно говоря сказал подход он везде в контекстах разных проявляется совершенно одинаково ну вот если я задумался как выглядит черный ящик в самолете оказывается что он не черный а красный внутри что и стандартное понятие статистики или аналитики оно про то что летит самолет там записывается много разных спидометров есть условно говоря показатели чего-то и все эти числа куда-то складываются складываются и они никому не интересны до того самого момента пока все не сломалось а как только все сломалось приходят люди ученые они начинают складывать эти числа по полкам строить графики делать какие-то выводы ну хоть я и математик по образованию сейчас не хочу про это рассказывать не суть есть такой подход кроссовер который говорит мы меряем продуктивность человека и потом мы делаем вывод что же что же получилось он действует примерно так же он говорит в каждый момент какой-то важный момент в жизни человека производится изменение все эти числа складываются складываются и потом неким аналитическим подходом мы рисуем все эти числа на графике и даем возможность менеджеру еще кому-нибудь посмотреть а что же получилось что же из этого всего следует есть и позитивный пример то есть не постмортен анализ а что-то более веселое ну вот в некоторых машинках есть такая система вчера когда она за Костей по городу ехала она мне показала такой-то же значок что он значит ты едешь на машине и машина постоянно меряет расстояние до преград если она обнаруживает что твоя скорость и расстояние до преграды они несопоставимы то есть несовместимы с приличием еще немножко и ты врежешься машина начинает автоматически тормозить она принимает решение потому что опять же серый сектор аналитика основная задача аналитики это принять решение понять какие опции есть и выбрать одну из них понятное дело что любой интеллект вот слово интеллект это тоже слово которое означает выбор между опциями это буквально интер значит между ленджери это значит вот эта лестница со ступенками да то есть ты выбираешь одну из ступенек одну из опций если твой интеллект или искусственный интеллект выбирает опцию остановиться, ну, можно сразу заметить, что чаще всего полезный искусственный интеллект что-то отменяет. Он негативный. Он говорит, мы знаем, как было в прошлый раз, а мы не хотим, чтобы это повторилось. И даже если оно начинает тормозить раньше, ну, я, честно говоря, не обижаюсь. То есть я лучше два раза лишних заторможу, чем один раз лишний врежусь у своего партнера, который едет передо мной. И поэтому вот такая конструкция, в качестве Smart Decisions, она вполне уместна и, с моей точки зрения, чаще всего встречается. То есть тот опыт, которому мы научили вот эту систему, позволяет нам понять, что для того, чтобы не было как вчера, надо быстренько выбирать опцию затормозить. Хорошо. Вот я думаю, следующий момент, который мне было интересно проговорить, он касается двух знаменитых лозунгов, один из которых есть давно, который говорит, что Software is eating well, то есть то, чем мы занимаемся, это как раз прогрессивно, оно поедает все остальное, поэтому в пищевой цепочке мы достаточно хорошо сидим. И наш кот поедает все вокруг, в том плане, что все остальное начинает точно зависеть от того, что мы производим. Но вот буквально в этом году умные люди сказали, ребята, то есть это прошлый век, эпоха клиентского, сейчас не самый главный хищник, это не Software, и не люди, которые пишут кот, а искусственный интеллект. вопрос, вот как вы можете про это порассуждать? Я просто предлагаю еще один вопрос, а потом порассуждать. Еще знаменитая фраза, которая говорит, что такое искусственный интеллект, это когда кто-то вместо вас имеет лучшие идеи, потому что, ну вы умные, умные, как бы, ну это ж вот штука, она ж, наверное, умнее, пусть она лучше думает про идеи. Так вот, из этого всего хотел нарисовать вам такую картинку, именно на шаблончике показать простые вещи, которые частично отвечают на этот вопрос. Если рассматривать программирование как конструкцию написания последовательностей операторов, то есть мы пишем строчку, потом следующую строчку, и в какой-то последовательности это все работает. Если мы пишем строчку за строчкой, у нас типичное последовательное мышление, из-за того, чтобы получить результат, мы написали последовательную инструкцию. Где здесь живет искусственный интеллект? Вот в этих квадратах. Ну, я думаю, что сейчас большинство людей примерно представляет, как работает эта конструкция, что есть некая схема, которая как-то дает образное понятие, о какой нейронной сети идет речь, а дальше у нее всегда есть такой этап. Эту сеть нужно обучить. И когда мы эту конструкцию обучаем, у нее появляется способность вести себя в соответствии с этим опытом. Все слова, которые я проговариваю, это серый сектор. Это какие-то опции, опыт, умение принимать решения, выбирать что-то из каких-то вариантов. Но это серый сектор. Но это, условно говоря, вторая степень эволюции. То есть, если программисты, которые пишут код ручками последовательно, шаг за шагом, сидят в красном секторе, то конструкция, которая берет и сразу поглощает опыт и его использует, находится на более высокой ступеньке эволюции. Она однозначно их съест. Поэтому нет ничего удивительного, что если люди, пишущие код, продолжат вот эту свою монотонную работу и конструкция, которая будет поглощать их опыт и просто в готовом виде используют, то есть она очень быстренько выиграет. Но штука в том, что все вот это, только что описанное, оно никакого отношения к идеям не имеет. Настоящие идеи живут с правой стороны, в правой половине мозгов. И поэтому, если люди хотят сохранить свое место в мире и отвечать своему высокому призванию, то они должны думать образно и принимать решения по большому счету. Ну и, соответственно, я так понимаю, у нас есть пять минут еще, чтобы быстренько пролистать все остальное и понять. Значит, аналитическое мышление – это как мы используем вчерашнее знание для сегодняшних решений. Еще раз, то есть весь искусственный интеллект живет в прошлом. Он говорит, мы знаем, как было, и предполагаем, что если будет точно так же, то есть у нас есть список действий, что делать. Если вам нравится жить этим же самым, ну, будьте готовы калькурировать с искусственными мозгами. Но хорошая новость говорит про то, что есть еще и другие способы думать. Если вы ими займетесь, то ваше место в иерархии думателей явно повысится, и спрос на ваши услуги. Ну, вот конструкцию я пролистаю просто быстро, поскольку мало времени осталось. Есть такое понятие сравнений pipeline бизнес и платформенный бизнес. Пайпланы – это как обычно. Это когда слева кто-то что-то произвел, потом есть такая большая производственная труба, и вы свой продукт через этот бизнес-канус подталкиваете к счастливым потребителям. И количество успешных толкателей обеспечивает успех вашего продукта – это то, как бизнес делался райш. Но сейчас люди говорят, платформа съедает вообще все такое. Что такое платформа? Вот сделали такую зеленую лужайку и обеспечили там Uber, условно говоря, что есть водители, есть пассажиры, они находят друг друга, они независимо туда приходят и уходят, когда хотят, но они умеют извлекать вот эту ценность и здесь и сейчас от своего непосредственного взаимодействия. Им не важно знать вообще все про Uber. Им важно знать, что этот человек их довезет куда нужно и возьмет предсказуемое количество денег. Слово доверия здесь важно. Еще одно важное понятие вот в этом всем – играть в свои лиги. Вот товарищ Д'Артаньян не зря приехал… Вообще, почему он приехал в Париж? Почему ему не сиделось в Гасконне? Ну и что он не чувствовал ни в своей лиге, ему там было неинтересно. Он приехал и встретил тех людей, с которыми ему интересно. Я бы вот эту конструкцию перенес бы на машинке. У нас, может, говорили про машинку. Почему бы здесь не найти лиги? Вот если бы я ехал на машине, у меня был бы вопрос. Что делает водитель грузовика в крайней левой полосе? Если я за ним еду, он явно обычно быстро не ездит. И если бы я понимал, что этот товарищ просто свернет налево и уедет, я бы потерпел. Но если он собрался передо мной 100 километров ковылять в крайнем левом ряду, мне было бы некомфортно. Система, при которой машины общаются друг с другом, рассказывают, какие у кого планы, она очень хорошо ложится на понятие платформы и лиги. Если бы я понимал, что я пристраиваюсь ровно в ту колонну, с которой мы вместе едем с одинаковой скоростью в одинаковом направлении, мне было бы хорошо и удобно. И поэтому понятие доверия, что я доверяю тому, что мне сообщают другие машины о себе, я готов присоединяться и умею выбирать то, что мне нужно. Ну вот, это про доверие и про платформу. Еще один пример, с которым я сам лично играю, это Amazon, книжки и система рекомендаций. Я просто заметил, что я достаточно много книжек покупаю по рекомендациям. То есть еще больше я не покупаю. Но, по крайней мере, система, которая мне неким достаточно внятным образом предлагает, на что мне было бы, наверное, интересно посмотреть, когда я прочитал эти книжки, она мне предлагает чужой опыт и помещает меня в какую-то лигу. И я с какого-то момента начинаю доверять этой конструкции, просто потому что я вижу результат, я вижу, что она более-менее адекватна. Так вот, вот эта конструкция, она про другое. Она не про аналитику и не про действие. Она про доверие. И она про завтра. Вот. То есть, что такое завтра? Это когда я чувствую, что вот эта возможность, я буду рад, если эта возможность осуществится. И я буду ей помогать всеми, своими силами, для того, чтобы так и случилось. И когда ты работаешь на таком уровне, видишь возможности и способствуешь им благодаря доверию к системе, где они появляются, чтобы они случились, это вот примерно как волонтерство, то, что Фаша рассказывал. Волонтерские проекты, они всегда про очень короткое время участия, но про большой интерес и доверие к тому, что твое действие не пропадет. Еще одна тема. Ну, совсем я кратенько расскажу. То есть, синий сектор – это про визионерство. Буквально две лишних минутки украду вопрос. На языке машины навигации это больше похоже на самую простую, элементарную, давно существующую систему навигации. Если я хочу из Бреста приехать в Гродно на конференцию, я хочу понять, по каким важным вешкам я тут должен пройти. И мне не так важно, где там эта дорога проходит, потому что, ну, когда я буду ехать, я увижу. Но мне важно понять, по этому пути поехать или по вот этому. На языке предприятия это очень хорошо иллюстрируется темой ОКРов – Objectives and Key Results. Это то, что я просто не собирался рассказывать. Если вам интересно, и вы посмотрите, то это очень не похоже на план. То есть, это не красный сектор с последовательными шагами или не что-то другое, а совершенно отдельный тип мышления на предприятии. Ну, и вот это вот про будущее. Это про отдаленную перспективу. Ну, вот самое последнее, что хотел вам сказать про то, что на самом деле никакой тип мышления не исключает другой. Не надо из них выбирать. Надо пробовать в своем окружении находить всех тех, кто думает неким образом, и просто склеивать это все в единое целое, чтобы твое представление о светлом будущем встречалось завтра, завтра превращалось в сегодня. и вчера тебе не было мучительно больно за то, что ты во всем этом участвовал. Вот. То есть, если… Ну, надо понимать, что за каждый угол отвечают разные люди. Про это думать эффективно надо по-разному. Ну, собственно говоря, в конце концов, там где-то вам потом скинут презентацию, наверное, расскажут, что есть книжки. Спасибо большое. Если возникли вопросы, задаем. Не стесняемся. Спасибо большое. Сергей, вопрос, Герой Токенович. По большому счету, то, что говорилось о всевозможных секторах и так далее, предполагало по умолчанию следующее, что вы измеряли либо рассматривали, что-то, то, что уже имеет место быть, либо было в прошлом, и с предположением, что на основе вот этого можно что-то говорить о перспективе, о планах, о будущем врачу. Это напоминает немножко аналогию, как будто бы вы пытаетесь вести автомобиль, только глядя взял в зеркало заднего вида. Прокомментируйте, пожалуйста. Я с удовольствием прокомментирую и просто вот на этой картинке просто покажу, что видение автомобиля смотря только в зеркало заднего вида занимается любой интеллект. Искусственный, настоящий, экспертный, какой угодно. То есть глядя в прошлое, ехать вперед это нормальный научный подход. Фрэнсис Бэгган говорил, что пока ты на моих опытах не проверил ничего и у тебя в прошлом нет опыта, то есть не надо идти вперед. То, чем я занимаюсь, вот это тоже был в прошлый раз хороший вопрос в прошлом году. А зачем вам вообще это все надо? То, чем я занимаюсь в последнее время, достаточно часто, я занимаюсь, условно говоря, таким внутренним консалтингом. Когда есть какая-то область, в которой люди живут своей жизнью, ставят свои планы, они как-то там получают свои результаты, еще какие-то процессы нарабатывают и собираются каким-то образом развиваться. Или чаще всего, когда что-то не развивается, это видно. Мы бы хотели, а оно не едет. То есть, что делать? И когда это не проект с последовательными шагами, когда это не технология, в которой можно поставить атланчик, найти баги, как бы и сказать, вот, вот она, ошибка. Ошибок нет. То есть, а как построить целостную систему так, чтобы она работала и достигала светлого будущего, вот это типичная задача, в которой я пытаюсь участвовать. Я прихожу к людям, и они говорят, вот мы хотели бы, чтобы у нас появились новые возможности. Но если у вас нет ни одного человека, ни визионера, ни человека, который смотрит ближайшее окружение в завтра и не ищет эти возможности, ну, скорее всего, завтра не наступит, или оно вас удивит, когда наступит. Вы про это не думаете. Если инженеры начинают думать про завтра, они чаще всего составляют план. Но планов про завтра не бывает. То есть, план про завтра бывает только, когда завтра у вас такое же, как и сегодня. у вас есть план на сегодня, вы его копируете на завтра, и у вас получается план на завтра. Но если не уменяется, то есть он не работает, ваш план. А для того, чтобы понимать то завтра, которого у вас не было вчера, надо включать некий тип мышления, или надо, точнее, если вы не умеете его включать, то вы его не включите. Вам гораздо выгоднее найти того человека, кто умеет. Вот. Такие люди есть. Когда их начинаешь, буквально в течение последнего месяца я участвовал в проекте, который говорит предисловие. То есть люди сказали, давайте посчитаем, сколько мы денег в вами зарабатываем от консалции. Очень хорошая, простая инженерная задача посчитать. Когда люди сели с калькуляторами, говорят, ну, сейчас. Вопрос поменялся. Говорят, давайте сформулируем, а что такое консалции? Пока не поймем, не посчитаем. Как посчитать? Давайте найдем тех людей, которые занимаются консалцией. Ну и вот на этом этапе в вами нашлось достаточно много людей, даже в инженерной среде, которые фактически занимаются консалцией. И мы можем про это рассказать. И вот таким вот образом, откручивая это все дело, понимая, что даже в привычной среде есть те люди, которые готовы повредить свой мозг и думать по-другому. И они даже это уже делают. Вот только ты это обнаруживаешь, то ты говоришь, вот он тот человек, который должен заниматься смотрением в будущее. И когда он просто садится и начинает это делать, ну, то есть, вот этот подход, он говорит, есть очень важные вещи, которые ты должен сделать, а детали определяются сами. Это примерно как, ну, многие люди, тот же Стив Джобс там говорил, что ты должен нанять правильных людей, показать им, куда идти и просто не мешать больше. Ты не рассказывай никакие детали, они тебе расскажут, ты же их нанял, они же умные, а не ты. Ты только визионер, а умные они. Вот. И вот этот подход, он ровно говорит, что если ты визионер, не пытаешься всем у всех учить, как там что-то делать. Делать лучше умеют другие люди. Вот, когда даже на простом таком вот языке начинаешь рассуждать, задаешь вопросы, люди-то ответы в сети знают, но они такие вопросы тебя обычно не задают. И все. Даже вот последний, я как-то спасаю вас, потому что, если у вас нет вопросов, то я вам просто дам ответ. Слово консультанта, ну, что значит? Если его разобрать на части, точно так же, то есть, ну, как кон, это со, да, вы уже знаете, то есть, это значит вместе, а султа, это значит, на самом деле хотеть. Вот проверочное слово результат. Рея, это когда, значит, повторяешь много раз, а султа, то есть, ты повторяешь то, что ты на самом деле хочешь видеть еще раз. Так вот, консультант, это тот человек, он не помогает тебе получать результат. Он тебе, по-хорошему, хороший консультант, не помогает тебе принимать решение. Плохие консультанты помогают тебе принимать решение. Хороший консультант, помогает тебе прийти и вместе с тобой хотеть того же самого поэтому консультанты чаще всего приходят к топ-менеджменту задачи которых думать про будущее и понимать что же мы на самом деле хотим и тогда хороший консультант приходит и начинают вместе с топ-менеджментом думать и рассуждать и задавать какие-то вопросы и побуждать людей давать ответ тогда это вот хороший топ-левел консультанты вот ну и вот поэтому в этом очень легко запутаться скажем так потому что вы с удивлением обнаружите что у вас тоже есть предпочтительный тип мышления вот если вы инженеры любите результаты то есть ну вы с большим удовольствием будете думать по сегодня они про завтра лучшем случае про вчера потому что вчера тоже были результаты и они еще не забылись вот против эту игру играть лучше коллективно и если вам интересно в вашем контексте разобраться с чем-то на вот этом языке зовите в гости я приеду и пока мне интересно это бесплатно